Во время Второй мировой войны авиация играла очень важную роль. Скорейшая разработка новых моделей авиатехники и усовершенствование старых стала критически важной для всех стран-участниц боевых действий. Но спешка зачастую не способствует качеству, и многие самолеты получились либо странными, либо откровенно нелепыми. Когда летательный аппарат обладал лишь неизящной внешностью, но хорошо работал, это даже не являлось особой проблемой. Но бывало так, что внутреннее устройство техники полностью соответствовало ее гротескному виду. Итак, 10 самых нелепых авиационных моделей Второй мировой войны. Хафнер Роттабагги, он же летающий джип, британское решение проблемы транспортировки военной техники на линию фронта. Джип с несущим хвостовым винтом от вертолета предполагалось доставлять на место бомбардировщиками. Проект закрыли в 1944 году. Хеншель HS-132 Немецкий реактивный пикирующий бомбардировщик 1944-1945 годов, так и не вышедший из стадии прототипа. В нем тестировались необычные решения. Расположение двигателя наверху фюзеляжа и положение пилота. Он должен был лежать на животе. В теории самолет мог бы стать грозным оружием, но к счастью, советские войска захватили фабрику Хеншель как раз когда прототипы были закончены. Блум Эндвоз БВ-40 единственный в мире одноместный немецкий планер-истребитель, предназначавшийся для перехвата тяжелых американских бомбардировщиков Б-17. Это была попытка совместить дешевое производство, высокую маневренность и прочную броню в крохотном летательном аппарате. Несмотря на относительно успешные испытания, проект был свернут осенью 1944 года. Кокусай Ки-105. Японский экспериментальный грузовой планер 1942 года. Достаточно мощный, чтобы переносить легкие танки. В 1944 году, во время топливного кризиса в Японии, он оказался единственным подходящим транспортником для перевозки нефти с Суматы. Но из-за высокого потребления топлива и плохой защиты его так и не использовали. Боинг IB-40. Модификация тяжелого бомбардировщика летающей крепости Б-17. IB-40 был буквально увешан пулеметами, чтобы обеспечить защиту от атак с любой стороны. При этом бомб он не носил, вместо них загружалась дополнительная амуниция. Но все эти пушки настолько утяжелили самолет, что в результате от него решили отказаться. Interstate TDR. Американский беспилотный бомбардировщик. Один из первых в мире. TDR был создан из самых дешевых материалов и нес всего лишь одну торпеду. Но управление на расстоянии позволило терять самолеты в безопасности для пилотов. Особенно это удивляло японцев, сначала посчитавших, что США переняли их тактику в камикадзе. Douglas XB-42 Mixmaster. Еще один экспериментальный бомбардировщик от американской компании Douglas. XB-42 должен был стать сверхбыстрым самолетом, способным уходить от немецких истребителей. И инженерам это удалось. Он разгонялся до 660 км в час. Несмотря на странную конструкцию с винтами в конце фюзеляжа, XB-42 оказался успешным проектом. Но война кончилась раньше, чем он вышел в производство. General Aircraft GAL-38. Один из самых узкоспециализированных пламеров-разведчиков в истории Второй мировой. Он был разработан специально, чтобы запускаться с авианосцев и бесшумно следовать за вражеским флотом ночью на очень низкой скорости. Его долго дорабатывали и испытывали, но в конце концов решили закрыть программу. Мистер Шмидт МГ-328. Сверхлегкий истребитель, изначально разрабатывавшийся в качестве истребителя-паразита для крепления на тяжелых бомбардировщиках. Затем его переделали для запусков земли. Последняя модификация МГ-328 была самолетом-камикадзе с огромной бомбой на борту. И ни в одной из этих ролей он не показал себя достаточно успешным. Капрони Кампини номер один, детища итальянской авиастроительной компании Капрони. Один из первых представителей реактивной авиации в мире. Пока немецкие и британские инженеры экспериментировали с турбореактивными двигателями, итальянцы пошли своим путем, создав самолет на мотокомпрессорном реактивном двигателе. Прототип был крайне неуклюжим, но благодаря оригинальной конструкции смог попасть в историю.